Ну, Алексей Евгеньевич уже вроде все рассказал. В названии, которое на экране, буквально не пропущено, я так вот пытался обыграть. Проект Microsoft.net Core, который уже достаточно давно выпущен в публику и очень быстро развивается, буквально сотни коммитов каждый день во всей репозитории этого проекта. Первый год оставался для меня незамеченным, потому что, ну, какая-то их там шутка, вот они пытаются играть с опилсурсом, вряд ли что-то получится. Но тут пришлось представление посмотреть, и оказалось, что вполне зрелый проект с такой корпоративной серьезностью, переносимой на платформу, на платформу кроссплатформенности. То есть они пишут свой .net заново, с учетом того, чтобы он работал везде. Это очень интересный процесс, и очень интересное их метание, потому что они сначала пишут какое-то новое средство, которое работает только в Unix, потом они понимают, что им нужно сделать это работающим на Windows. Они переделывают концепции, меняют форматы файлов, в которых описывается процедура сборки, и очень быстро все меняют. И поначалу мне казалось, что этот проект даже никогда не собрать, потому что если не собираешь, завтра это уже устарелось, узнал даже об этом собрать. Что же такое на сегодня платформа .net core? Недавно вышла версия 2.0, они уже выходят 2.1, главное не опоздать. С точки зрения программиста, в какой-то перспективе это должен быть повторная реализация .net framework, которая содержит все его функции, но за исключением графических, потому что они пока не знают, как к этому поступиться. И в теории, если грамотно посмотреть на свое приложение, то его можно с некоторыми потерями и доработками перенести с какого-то .net framework 4.6 на .net core. Особенно если это приложение северное, и в нем много внутренней логики, и оно не сильно завязано на операционную систему. Какие полезные вещи? То есть я опасался какого-то подвоха, что выпустили они под какой-то свободной лицензией, но какая-нибудь опять в них их open source, не open source, а какой-то там не до конца open source. Но вот они поставили лицензию MIT, наиболее свободную, открыли все репозитории, публикуют их на GitHub, вся процедура разработки открыта, они принимают и фичер-квесты принимают, и все реагируют на сообщения о багах, и пытаются как бы вот… Что интересно, они пытаются сделать так, чтобы их фреймворк, чтобы их платформа собиралась на… на кучу различных дистрибутивов. То есть они не просто под какой-то абстрактный Linux выпускают и говорят, ну, дальше вы мучитесь сами. Нет, они пытаются сохранить совместимость и собраться под каждый дистрибутив. Ну, из популярных там Fedora, там CentOS, Ubuntu, Debian, и не просто под абстрактный Деппин, а под каждую версию. Они делают это очень странно, то есть они очень хотят свою платформу органично влить в такой Linux-идеологии, но у них это получается не всегда, и иногда они носят с собой аббинарные библиотеки, потому что они им так удобны, которые могут и быть в системе, ну, хитрят. Вот. Что, в общем-то, получает разработчик, поставив .NET Core. Он компилятор C Sharp и среду разработки, с помощью которой можно собрать приложение по обычному файлу сборки, который поставляется, ну, который мог быть создан там в Visual Studio ранее или написан вручную. Вот. Менеджер пакетов Nuget, который работает с их реквизиторием огромным, пакетов, что интересно, или по истории пакетов в нем перемешаны пакеты и для .NET-фреймворка, и для Mono, и для .NET Core, несмотря на то, что, в общем-то, совместимости у них немного. Чтобы так немножко продемонстрировать ужас, который немножко я испытывал, когда увидел исходный код, в тот момент, когда передо мной стала задача из исходного кода собрать пакеты, превратить все в бинарники, как бы, значит, рекурсивно раскрывалось, потому что сначала оказалось, что все просто, потом оказалось, что много зависимости, и зачастую циклических, то есть сборочные скрипты имели такую очень удобную функцию, которая позволяла в любой момент загрузить из интернета какую-нибудь версию .NET, и с его помощью что-нибудь выполнить. Иногда в процедуре сборки забрали сразу версию .NET, и что-то там выполнялось, и сделать это работающим в среде изолированной от интернета было очень непросто. Вот. Репозитории. вот они перечислены, сколько их тут, шесть штук, и чтобы получить полноценную платформу, нужно собрать каждую из них в определенном порядке, и полностью мне это сделать не получилось, потому что во время сборки они еще подкачивают много разных пакетов из репозиторий вот через Nuget, и там это все не всегда сходится, и частично для меня стала загадка, как они это собирают. Так. Что хотел еще сказать? В итоге, после достаточно таких больших усилий и предварительной сборки получилось собрать в репозитории CZIFUS набор пакетов, которые позволяют поставить среду .NET и сборочную среду, и заставить ее запускать программы и собирать их. Интересное отличие у .NET Core от Mono, например, в том, что отсутствует бинарная совместимость. Если Mono нацелен на то, чтобы без изменений взять и выполнить программу, написанную на .NET фреймворке, то есть просто взять и запустить, то .NET Core требует мало того, что перекомпиляции, так еще и зачитывая модификация кода, потому что они неуловим образом меняют, ну, сторону санартизации меняют функции, и не весь набор функционалов еще реализован. В общем, это очень такой интересный квест, что важно отметить, сама по себе получившаяся платформа .NET Core на Linux как бы-то не такая непробная версия, которая, посмотреть, поиграться, всей помощи можно собрать такое приложение промышленного уровня, который бы стабильно работать и поддерживаться, и самое главное, что платформа очень так вот быстро и основательно развивается. Помимо самого .NET при миграции разработки интересно еще, чем же воспользоваться вместо Visual Studio в той части, которая представляет из себя IDE, в среду разработки. Вот Microsoft тоже достаточно давно выпустила Visual Studio Code, основанный на движке Electron. который по сути представляет из себя такой расширенный текстовый редактор, но лучше называть редактором кода, он подсвечивает, чем уже сейчас никого не удивишь, поддерживает, подсвечивает синдексис в зависимости от языка, на котором написан открытый файл, авто дополняет код, что очень хорошо, что он сразу позволяет запустить проект на сборку или выполнить отладку. Сборка, отладка касается практически всех языков, которые существуют, от Basha до того же .NET, реализовывается через систему плагинов, которые очень мощные для Visual Studio Code разработаны. Единственное, что эти плагины загружаются из интернета на ходу, прямо из среды, что является и плюсом, и иногда неудобством. Ну, опять же, допустим, отладка реализована очень своеобразно, потому что, когда мы захотим из среды Visual Studio Code вызвать, установить модуль отладки приложения на .NET, то он нам подгрузится из интернета какая-то своя, какую не посчитают нужную среду от .NET, в ней что-то запустится и гарантирую, что получится пока нельзя, но это все в перспективе будет хорошо выглядеть. Visual Studio Code поддержит интеграцию с Git, с другими системами контроля версии, что тоже в настоящее время необходимо. Очень важный вопрос. при миграции приложений с Windows это графический интерфейс. Как я уже сказал, .NET Core напрочь не касается темы графического интерфейса, а без этого десктопное приложение никаким образом не перенести, то есть казалось бы, путь закрыт, но вот я посмотрел, что есть несколько таких экстремагантных способов получить графический интерфейс, и есть из них работающие. Первые два способа это взять и написать на .NET Core приложение Aspnet, то есть запустить его в свое приложение как веб-сервер и открывать, например, в браузере или в том же электроне, который позволяет сделать, ну, можно сказать, из локального сайта сделать десктопное приложение, оно будет прятаться в трейд, быть отдельным приложением, которое сворачивается, и прочее. Но это такой своеобразный способ. Есть еще более интересный проект, который, к сожалению, застрял на первой версии .NET Core, проект Electron Edge. Он переплетает .NET и Node.js и позволяет из JavaScript вызывать функции .NET, а из .NET вызывать функции JavaScript, и причем это там как-то перемешано с фронтендом, бэкэндом, все очень интересно, не удалось запустить, чтобы это работало, проект немножко завел. Для тех, кому это может понадобиться. Самое интересное это использование в Авалонии, такой свободный межплатформенный библиотека для сценария графического интерфейса. Она работает и на .NET фреймборке, и на .NET Core, и, что особенно важно, она работает на Linux и не имеет никакой привязки к Windows-платформе. Причем вообще загвоздка в реализации графического интерфейса на .NET. В своей основе все элементы расположения виджетов, описания всех экранных форм записывается на языке ксаму, но это XML, в котором описаны элементы интерфейса. И они до сих пор спорят и не могут определиться, как же им написать реализацию этого ксаму, разработчики Microsoft, как им подешел ксаму реализовать межплатформенно. Не смогли это сделать, и спецификации не смогли сделать, и даже не начали еще обсуждать. А в Волонии свободный проект не связан с Microsoft, они эту задачу взяли и решили достаточно в большой степени. То есть, они сделали свой парсинг ксамула, они реализовали множество элементов, которые в Windows presentation Fusion Forms имеются, и мы посмотрели, что можно взять проект, в который формы накида на Visual Studio и там с некоторыми поправками через Волонию показать его на том же Linux. Они для каждой платформы привязывают, реализуют эти элементы через какой-то специфичный библиотеку, через GTK на Linux, на Windows по-своему, на Mac тоже по-своему. Немножко сомбурно, хочется показать, как собрать минимальное работающее приложение с какой-то целью, это уже встроено в среду сборки, то есть после как мы пишем .NET в консоль, нам создается проект нового консольного приложения, которое уже умеет вводить в Hello World. Нам остается только запустить его сборку и, собственно, приложение запустить. Команда .NET такая универсальная точка входа во все команды .NET, которые существуют, доступны через справку, можно знать, какие они есть. И также из команды .NET можно запускать собранные приложения, то есть DLL или экзешни, которые собраны в деткорне. Обязательно используют Run в каталоге, где проект лежит, можно показать бинарный, как он запустится. Интересная ситуация с .NET это такая суперкоманда, которая по описанию проекта, не то, чтобы она его восстанавливает, она его… Ну, если вы простите, она скачивает из интернета, опять же, все необходимые пакеты, которые нужны для его сборки. Это больше гигабайт на различных пакетах, в зависимости, даже для минимальной программы типа консольного приложения для вывода одной строки. Но после сборки получается достаточно маленький файлик, который запускается в среде .NET не требует ничего постороннего. Что еще забыл рассказать? Ну, конечно, и Visual Studio Code доступны в пакете код в репозитории CZIF и в P8 и пакеты .NET также доступны для установки, регулярно обновляются и позволяют использовать стабильную платформу P8 или CZIF для того, чтобы уже начинать экспериментировать, переносить своих приложений или уже что-то собирать. Еще хотел бы сказать немножко не относящиеся к теме страничка. Мы недавно делали поддержку Kerberos в приложениях на .NET, правда, пока запускаем их через VINE на Linux. И очень долго копались в стейке вызовов, и получилось, что очень сложная прослойка, когда из приложения вызываются функции .NET Framework, они вызывают один и другой, различные классы. Дальше все это переходит в те библиотеки VINE, которые реализуют соответствующие Windows в библиотеке. .NET Framework, транслируются в GSS API, Linuxовые, множество промышленных вызовов библиотек, и в итоге это все доходит. Да, вот как Linuxовые, липкая Рыба 5, и мы получаем, к примеру, раскошированные тикеты Kerberos. Что интересно, вот три совершенно различных проекта взаимодействуют между собой, и это стабильно работает, и даже это можно понять и отладить по отдельности. Но, используя .NET Core родной сборки под Linux, можно существенно упрости себе жизнь, потому что там будет выглядеть гораздо прямее, без прослойки в виде вайна, и самое главное, что мы получаем доступ к исходному коду всего стека технологии, которые используем, и возможность общаться с разработчиками, и .NET Core в том числе, потому что разработчиками фреймворка это сложным. Ну, собственно, все, если я ничего не забыл, может меня спросить о чем-нибудь. Так, конечно, не работает. Вопрос про Авалу, не очень понятно текущее состояние, то есть мы сейчас можем ее попробовать в связи с поводить? Экономическое состояние, многие из них выражают историю. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...